Это Харьков в начале 30-х. На лестнице лежит умирающий от голода ребенок, но прохожие не обращают на него внимания. На этих фотографиях запечатлены ужас и смерть во время одного из самых страшных периодов украинской истории – Голодомора. Люди ползали на четвереньках, моля о помощи. Эти фотографии сделал прадед Самары, австрийский инженер Александр Винербергер. На его глазах этот человек умирал четыре дня. Винербергер оказался в России во время Первой мировой войны как военнопленный и решил остаться. Позже он помогал создавать советскую химическую промышленность. Во время работы в Харькове он тайно снимал царящий вокруг ужас. Сейчас эти фотографии достались его правнучке, которая живет в Британии. Этот человек – одна из первых жертв голода. Винербергер заметил толпу, которая собралась вокруг умершего. В книге он описывает, как в начале голода собирались такие толпы. Они обсуждали то, что происходит, но через несколько месяцев на мертвых уже никто не обращает внимания. Это фотоаппарат, которым прадед Самары снимал голодающих людей. Он понимал, что за это его могут арестовать, поэтому действовал украдкой. Алекс использовал специальную насадку на фотоаппарат. Она позволяла ему снимать, опустив голову вниз. Голодомор начался в 1932 году, когда советские власти отобрали все запасы у украинских крестьян, чтобы согнать их в колхозы. Москва до сих пор отрицает, что украинцы были выбраны жертвой раскулачивания и объясняют голод плохим урожаем. Можно его назвать просто голодомор. Потому что брехня, что не было, урожай был хороший. Отбирали, подбирали, вытаскивали, вытрушивались последние. Игорь Малицкий был ребенком, когда в Харькове был голод. Он помнит трупы на улицах. В октябре Сенат США принял резолюцию, признающую голодомор актом геноцида Сталина в отношении украинцев. Еще 15 стран признают голодомор геноцидом. Александр Винербергер, похоже, тоже так считал, когда фотографировал трагедию в Харькове. Он считал позором то, как обращаются с людьми, и считал, что украинцев выбрали жертвами специально. Потрясенный увиденным и опасаясь за собственную жизнь, дед Самары Пирс в 1934 году уехал из Советского Союза в Австрию. Из-за еврейского происхождения часть его семьи сбежала от нацистов в Британию. Однако фотографии, сделанные им во время голода в Украине, не потерялись. Я чувствую себя украинкой и очень эмоционально это воспринимаю. Мне больно об этом говорить. Пирс говорит, что сохранит память об этой трагической главе в истории Украины.